Праздничная атмосфера царит и во всем мире, где по григорианскому календарю отмечают Рождество Христово. Накануне праздничные богослужения прошли от Пекина до Рима и Вифлеема, где Иисус Христос появился на свет. В Вифлееме прошло главное богослужение, а в Ватикане Папа Римский Франциск I призвал всех христиан проявлять милосердие. Китайские католики и просто любопытные собрались на рождественское богослужение в соборе непорочного зачатия в Пекине. В нынешнем году власти особенно настойчиво предостерегали студентов университетов, бюджетников и чиновников от посещения христианских храмов. Коммунистический режим усматривает в этом опасность иностранного религиозного влияния. Праздник Рождества Христова в Пакистане проходил в условиях повышенных мер безопасности. Усиленные наряды полиции пришлось выставить возле храмов после нападения экстремистов на церковь, когда погибли 9 человек. Тем временем неутомимый Санта-Клаус продолжает свой праздничный марафон по всему миру, меняя средства передвижения в зависимости от условий. Сменив санки, запряженные то лошадкой, то северными оленями на водные лыжи. Волшебник-путешественник прибывает в каждый город мира. Моё главное рождественское желание, чтобы мы все хоть на миг вспоминали, что вокруг есть одинокие люди. Пообщайтесь с соседом, с давно потерянным другом, с родными. Отправьте сообщения, позвоните или съездите. Лучшее лекарство от одиночества – это когда человек рядом с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok